Раки, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца? В конце расклада я возьму карта совета для вас, что вам большие силы советуют. Давайте посмотрим карта первые, да, в начале месяца. Это привязка. Привязка к той месте, да, к тем отношениям, к той работе, вот в начале месяца еще есть. Пока уйти или сделать какие-то шаги, что-то поменять, или что-то убрать из вашей жизни, у вас в начале месяца не получается. Я хочу сказать, для некоторой может быть еще привязка к прошлому. Вы можете старайтесь что-то отпустить из вашей жизни, но пока у вас этого не получается. И еще вы входите, да, с этой привязкой в начале месяца. Давайте посмотрим. Следующая карта, да, следующая карта на начало месяца для вас, Раки, что вам высшие силы советуют. Это карта девятка мечей. Девятка мечей пока только через осознание, только через понимание. Даже если это болезненно, да, даже если это тяжело, да, вы сможете это отпускать. Но пока не будете осознавать, у вас именно это, да, то, что вас держит в начале месяца, у вас не получится. Только если вы будете понимать, от чего нужно освобождаться, или убрать из вашей жизни, или поменять. Давайте посмотрим следующая карта в начале месяца для вас. Король Пентакли. Мужчина, королева, именно мужчина в Раке, да, почему-то показывает, что пока у вас идет привязка каких-то ситуаций с прошлого. Может быть, те, которые находятся в отношении на сегодняшний день, почему-то показывает, что пока еще тянется, может быть, какие-то прошлые. Может быть, может у вас было, да, знаете, может были люди, которые потеряли близкие люди. Может были люди, что расстались после какого-то, знаете, долгого периода, когда жили, были вместе, да, семьи. Но здесь еще идет вот эта тяга. Женщина, если у вас после какой-то расставания с каким-то человеком, пока у вас идет вот то, что у вас идет болезненная привязка мысли, тяжесть на душе, да, к какому-то человеку. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта. Еще хочу сказать, мужчины, обращайте, пожалуйста, внимание на ваше здоровье. Вот именно в начале месяца вам нужно все-таки, да, или женщина, да, если вашего, ну, близкого человека, как будто вот показывает, что почему-то у него уходит, да, силы, да, вот через, ну, как-то, через каких-то болей, да, которые вот как-то осознавать это тяжело. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас. Это карта пятерка с жезлом. Самое главное не входить в середине месяца, ну, с каким-то, с каких-то людей, да, в конфликт, в выяснение. Потому что если вы будете дать эту возможность, чтобы люди с вами конфликтовали, то, поверьте мне, у вас будет тяга, да, сожаление, да, что вам как бы не хорошо на душе, да, что вам плохо то, что вы входили в эти конфликты. Поэтому на середине месяца мужчины и женщины стараемся не входить, не выяснять ни с кем отношения. Давайте посмотрим следующая карта, да, для вас, что это на середине месяца. Это карта двойка кубка. Прислушиваться вашей интуиции, прислушиваться то, что ваша душа говорит. Знаете, здесь может быть то, что вы должны как-то не только через, ну, голова, да, что вы подумали, да, а именно услышать то, что ваша душа говорит, то, что вам сердце, да, подсказывает, прислушиваться. И, знаете, не быть в такой состоянии, как двойство, что то вы хотите отпускать, то вы не можете, да, здесь как поработать над собой. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это карта король жезлов. Мужчины, это касается то, что могут быть какие-то конфликты в ваших отношениях, которые вы находите. Это более-таки стабильные отношения. Женщины, это может быть то, что вы не можете отпускать какого-то человека с прошлым. Но этот человек для вас или как муж, или чей-то муж был, да, но для некоторых это как любовник. И у вас поэтому есть еще привязка к этому человеку. И для вас это очень тяжело, да, отпускать вам как-то это болезненно. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Карта девятка кубка. Девятка кубка вот под конец показывает, что это ваше изобилие. Ваше, то, что ваш, знаете, то, что у вас получается. Но старайтесь, да, не быть более выше, чем других людей. Потому что если вы не будете осознавать это, все-таки у вас будет внутреннее состояние, что вам будет тяжело. Да, у вас будут эти конфликты внутренние. Может быть даже сам собой наедине будете, да, внутри конфликтовать. Поэтому прислушиваемся правильно и услышим то, что ваше сердце, да, говорит именно на протяжении всего месяца, именно октября. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Карта влюбленной. Карта влюбленной показывает, знаете, самое главное сделать какой-то правильный выбор под конец месяца. Постарайтесь, да, общаться может с кем-то. Может быть нужно какие-то у кого-то, да, попросить какая-то вот поддержка, помощь, да, для того, чтобы вы этот выбор сделали правильно. Чтобы вы правильно осознавали, что сделали этот выбор. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Карта рыцарь Пентакли. Самое главное не быть в ожидании, преодолевать свои страхи, преодолевать какие-то ваши трудности, преграды. И не думать, да, что все может быть плохо. Даже если вы понимаете, что не можете кого-то отпускать, что не можете от кого-то уйти, все-таки вы должны вот именно на октябрь месяц брать себе вот в руки и сделать этот выбор. И осознавать, что что-то неправильно идет в этих отношениях или там на той работе, да. Что-то идет, какие-то уже конфликты, какие-то ситуации, которые могут не разрешаться. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.